Христос, истинный Бог наш, молитву и причистое Своя Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любез. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя Анатолуста, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава. Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но требует и устного исповедания? Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить. Почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать и это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и перетерпевать все легко и охотно. То есть здесь он говорит о том, что нет душевной веры. Нас спрашивают веры, я в душе верю. Такой веры нет. Есть вера такая, которая, говорит, исповедует Христа. Это многих из тех, которые поверили этому Слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению. И исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно большее предлагает воздаяние. Ты приобрел воли для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедовал. И я, говорит он, обогащу тебя воли, когда дам тебе воли и несказанное воли, так как я тебя исповедаю там. Видишь ли, что там предуготовлены награды и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой. Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человек любящий и всех отцов? Тогда будут возданы и награды, и добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Аминь. Завтра 8 часов, начало молитвы. Будет божественная литургия. После литургии будет торжественная часть. В честь празднества, которое мы отмечаем, 200 лет от основания поселка нашей, 27 лет от возрождения поселка. Будут гости еще. Мы приглашали администрацию, но приедут, не приедут. Мы пригласили. А Господь и намерение цели. Храни всех Господь. Спасибо, Господь. Спасибо. Да.